Это Сантьяго, музыкальная столица Кубы. Ночь пара колонок, вытащенных на темную улицу, и пестрая компания соседей и друзей. Вот и все, что нужно для хорошей вечеринки. В последние годы у улиц Сантьяго появился новый саундтрек. Слушай, а что тут происходит? Рагетон-вечеринка. Рагетон? Это называется рагетон? Да, а это наш трек. Мы его только-только записали. А под это танцуют? Само собой. А как? Как? Эй, покажи парню, как танцевать. Ага. Ничего себе. Ничего себе. Так танцуют девчонки. А вот что делаем мы. Понял? Да, прикольно. Ну как, похоже? Более-менее. Покажи, как двигать бедрами. Меня зовут Александр Пухов, я танцор. И на этот раз моя цель – стать своим на темных улицах Сантьяго и Гаваны. Но для этого придется освоить самые грязные танцы в моей карьере. Надо, конечно, попросить у нее паспорт. Есть ли ей 18 лет? Не, ладно, я потренируюсь. Чуть позже. Позже мы скоро будем записывать видеоклип на эту песню. Нужны танцоры, двигаешься ты вроде неплохо. Приходи завтра к нам в студию. Обсудим. Окей. Сегодня в программе вы увидите... Почему рагетон сегодня – главный ритм Кубы? Напряженно танцевать под такую музыку, под такой жаре невозможно. Только расслабленно. Что у него общего с рэпом? У меня нет одежды, потому что нет денег. У меня нет денег, потому что их нет. Ой, опять свет отключили. Можно ли одним танцем завоевать сразу всех цыпочек? И как попасть на съемки самого модного клипа года? Нельзя. Частная вечеринка. Сантьяго де Куба – это колыбель кубинского социализма. Но лет 20 назад отсюда незаметно началась еще одна – культурная революция. Новые ритмы из Пуэрто-Рико, Панамы и Ямайки сначала захватили город, а потом взорвали и весь остров. Это южное побережье Кубы. Вот там Карибское море. До Ямайки отсюда рукой подать. Каких-то 140 километров. А вон там Пуэрто-Рико. Сейчас Инка – ветеран рагетона на Кубе. Когда он был маленьким, между Сантьяго и Ямайкой раз в неделю ходил рейсовый паром. Его пассажиры привозили сюда самую модную карибскую музыку. С Ямайки сюда пришел Рагамуфи. Рагамуфи? Да, это дедушка Рагетона. Музыкальный привет от Боба Марли. Тот самый ритм, который есть во всех наших песнях. Например? Как же там? Въезжаешь? Пока паром не отменили, в Сантьяго, кузницы кубинских талантов, первые рагетонера, делали стремительную карьеру. По методу Филиппа Киркорова они переводили ямайские англоязычные хиты на родной испанский, добавляли кубинской перкуссии и становились звездами школьных дискотек. Я слушал рагетон с шести лет, когда был еще ребенком. Тринадцать лет уже ходил на вечеринки, танцевал с девчонками. Пам-пам, понимаешь? У кубинцев это в крови. Ты сходи на школьную дискотеку, там все танцуют под рагетон. Рагетон – это кубинская культура. Это музыка для детей. Ну а детям нужно подавать хороший пример. Чтобы не разочаровывать своих малолетних поклонниц, каждое утро 36-летний инка начисто сбривает седую бороду и выходит на улицу, как на сцену. Золотые серьги, цепь и очки на пол лица. Сантьяго любит повеселиться. Здесь отрываются по-настоящему. Это тебе не гаваны, где любят деньги, а не музыку. Всю свою жизнь инка прожил на окраине Сантьяго. Он, как и все, здесь ни разу не выезжал за границу. Даже до Ямайки не доехал. Билет в один конец стоит около 500 долларов. Это две годовые зарплаты кубинца. Зато у себя в районе он царь-бог. Привет. Все в порядке. Вот, познакомьтесь, мой друг из России. Парень на районе известный, с ним не страшно. Продюсер и исполнитель. Пойдем внутрь, я тебя познакомлю со всеми. Да-да, пойдем. Добро пожаловать в нашу студию. Все по-простому. Обычный кубинский дом. Вот, проходи на кухню. Это Алибе. Знакомься, Александр. Он продюсер и хозяин дома. А это студия звукозаписи. Альфонсо тоже продюсер и звукорежиссер. Это даже не кухня в хрущевке в 6 квадратных метров. Тут и вдвоем-то не поместится, а нас в пятеро. Вот это вот рогамуфи. Да, Ямайка. Это Панама. Тот же ритм. Абсолютно. Только медленнее. Это Пуэрто-Рико. Папа-регеттона. Ничто так не сближает русскую кубинскую душу, как тесные кухонные квартирники. Напряженно танцевать под такую музыку, под такой жаре невозможно. Только расслабленно. У вас, кстати, яйца, по-моему, сгорели. Яйца, яйца сгорели. Откуда бы вы взяли на кубе компьютеры, микрофоны? Тут же дефицит. Все это сделано своими руками, из-под ручных материалов. Самое сложное было сделать звукоизоляцию. Пришлось использовать контейнеры для яиц. Колонки я взял у кузена. На микрофоны вообще потратили все гонорары за прошлый год. Мы здесь как одна большая семья. Инка получает 8 долларов за концерт. И это считается высокая зарплата. 8 долларов. Мы делаем это ради искусства. Нам просто нравится музыка. Те, кто хочет денег, уезжают в Гавану. Вот так, на коленке и чистом энтузиазме, эти три товарища клепают новые хиты, которые с изрядным опозданием интернета ведь на кубе, считай, что нет, через несколько лет пересекут Атлантику и взорвут чарты старого света. А это наша музыка. Бит. Танцевальная музыка. Ямайка и Пуэрто-Рико. В общем, девчонкам нравится. Это наш новый хит. Мы собираемся снять на него клип. Это будет бомба. Клип позарез нужен любой рогетон-группе. Диски с музыкой на кубе никто не покупает. А вот самодельная болванка с видео — другое дело. Жизнь на кубе подражает искусству. А важнейшим из искусств является рогетон-клипы. С них исписывает свою жизнь молодежь. А о чем текст? Песня о том, что рогетонера должен модно одеваться, чтобы нравиться девчонкам. А можно поучаствовать в съемках? Тебе надо хорошенько потренироваться, и тогда можно попробовать. Через неделю съемки. А как мне одеться? Ты должен выглядеть, как настоящий рогетонера. Цепочки там, кепку модную, чтобы понравиться нашим фанатам. Только в Сантьяго таких шмоток не найти. Нужно ехать в Гаванну. В Гаванну так в Гаванну. По дороге я постараюсь понять, как рогетон завоевал весь остров и что нужно, чтобы стать звездой хотя бы одного видео. Хорошая песня. Спасибо, пока. Значит, съемки на следующей неделе, да? Да-да. Я постараюсь подготовиться. Да, и не забудь купить цепочку и кепку. А девчонок мы приведем сами. В голодные девяностые безработные массово переезжали из Сантьяго в Гаванну. И большинство устраивалось виларикшами. Из их колонок, скотчем прикрученных к рулям советских велосипедов, по городу круглосуточно разносились карибские ритмы рогетона. И тебе нравится рогетон? Да, конечно. Какие исполнители? Все. Но на улицах Гаваны тогда двигались совсем под другую музыку. Кубинский рэп. В переулках центральной Гаваны в совсем нетуристическом рабочем районе я договорился о встрече с Зоандри, одним из первых рэперов Кубы. Это колыбель кубинского рэпа, клуб «Ле Мадригера». Здесь была и студия, и концертный зал. Это было самое свободное место в Гаване, наш второй дом. Сейчас ворота этого дома наглухо заперты, а из-за стен доносится непривычный для Гаваны тяжелый металл. У рэпа, голоса протеста кубинских 90-х, отношения с государством сложились напряженные. Представляешь, они решили национализировать рэп. Создали специальное агентство рэпа при Министерстве культуры, чтобы нас контролировать. Все клубы на Кубе принадлежат государству, а их директора назначают сверху. Они боятся потерять свои должности, поэтому вводят цензуру. Например, я не могу исполнять все, что хочу. Однажды на мой концерт ворвалась полиция и стала допрашивать меня прямо на сцене. В 90-е, после того, как рухнул Советский Союз, а вместе с ним и вся кубинская экономика, на острове Свободы начался так называемый особый период. Проще говоря, голод и нищета. Старые песни о главном жанре сальцы не очень сочетались с тем, что творилось на улице. Молодое поколение стало искать новый язык. И если из Сантьяго рукой продать до Ямайки, то из Гаваны проще расслышать голос Америки. Вот так мы искали правильную волну. Из-за океана, из Майами. Тут по прямой всего пара десятков километров. Нужно было иметь хороший слух и много-много терпения. Потому что эти волны глушили, понимаешь? А еще нужна была хорошая антенна. Как правило, приспосабливали антенну от телевизора. Потом появились радиолюбители. Мы, кубинцы, много всего изобретаем. Делаем своими руками. Так вот, они нелегально устанавливали самодельные антенны, чтобы ловить радио из Флориды, а потом и телеканалы. Так все и началось. Сейчас почти на каждой крыше спрятана нелегальная тарелка, чтобы ловить сериалы и музыкальные клипы из Америки. Это пока единственный вид путешествий, доступный большинству кубинцев. А что за номер у тебя на руке? Это номер моего паспорта. Я сделал эту туровку, когда впервые поехал за границу, в Испанию. Меня все время приглашали на концерты в Европу, но 14 раз подряд я не мог выехать из страны. В 90-е рэп стал настоящим языком улиц, на котором новое поколение кубинцев пыталось рассказать о своих проблемах. Мои тексты о расовой дискриминации, моих взглядах на социальные проблемы и политику Кубы. А еще про молодежь, которая хочет только одного — ни о чем не думать, а только слушать рагетон. Но, похоже, музыка нужна кубинцам, чтобы забыть о проблемах, а не травить себе душу. И когда с другого конца страны, из Сантьяго, вела-рикши привезли прилипчивые карибские ритмы, рэп начал сдавать позиции. Смотри, пока мы с тобой тут разговариваем, вон те девчонки танцуют рэгетон. Уверен, что они уже знают наизусть все песни. Уже в этом возрасте они уверены, что рэгетон — самая лучшая музыка. Проблема кубинской музыки в том, что от нее все ждут только развлечений. Все дети уже заряжены этой заразой. Я прочитаю свою тему, которая рассказывает о современном кубинском обществе и о новом поколении музыкантов, которые не изменяют себе. Она называется «Продолжайте идти». Район Аламар на окраине Гаваны застроили после революции для рабочей интеллигенции. Когда-то он славился тем, что здесь жили советские инженеры и учителя. Но в 90-е именно он первым поддался тлетворному влиянию Запада. Отсюда вышли самые знаменитые рэперы и рэгетонера столицы. Привет! Привет, чувак, как дела? Да, все окей. Пойдем, покажу тебе мой район. Мой экскурсовод по местным хрущубам — молодой рэпер Бри Бахимен. Один из последних, кто по завету Зуандре продолжает идти против течения. Ты на нынче знаменитостья посмотрю. Да, есть такое, но работы-то все равно нет. Удачи тебе. Спасибо, отец. Здесь я родился и вырос. Пойдем покажу тебе, как тут вообще люди живут. Бедно, но весело. В Аламаре у меня сразу возникло ощущение, будто неожиданно вернулся в советское детство. Вот пионер в красном галстуке, новенькие «Жигули-классика» и до боли знакомые пятиэтажки. О том, что ты на берегу Атлантики, а не где-нибудь в Рязани, напоминают лишь пальмы у подъездов и ананасы среди картошки в продуктовых ларьках. Считается, что это родина кубинского рэпа. Сейчас все заполонил рагетон. Рэп как был, так и остался андеграундом. Брат, как сам? Ничего. Вот зашли картошки купить с другом. Три ананаса на десяточку. А почему рэп зародился именно здесь, в этом квартале? Рэп по всем мире всегда зарождался на окраинах, в бедных рабочих районах. Хип-хоп — это уличная культура. Я пишу тексты про жизнь, а здесь вся жизнь проходит на улице. Здесь начинались самые известные рэперы Кубы. Ты, например. Ну, плюс-минус. Пока мы гуляем по району, становится понятно, откуда Брибахимен черпает вдохновение. Одна такая встреча, и вот тебе текст новой песни. Привет, детка. Ну, как дела? Все хорошо. Ну, ты сам все знаешь. Когда заглянешь? Завтра в десять. Опять заливаешь. Ты, кстати, мне еще двадцатку должен. И хватит меня завтраками кормить. Да все железно. Камеру видишь? Я перед всей Кубой клянусь. Поверю, что не обидишь. Дай хоть пять баксов. На ребенка. О, круто, спасибо. Даже бедного рэпера легко развести на деньги, когда вопрос касается детей. Их музыкальное воспитание – это тоже часть уличной жизни и его социальной работы. Как называется ваша группа? Мы – банда. Как называется банда? У нас пока нет названия. А что это за инструмент? Это дно ящика. Но мы это используем вместо барабана. И когда вы репетируете? После школы. Все правильно. Учиться, учиться, еще раз учиться. Но скоро каникулы, да? Вам нравится реггетон? Да. Сейчас вся малышня – фанат реггетона. И с этим сложно бороться. А я с ужасом думаю о том, к чему призывают его тексты. Крути задницы, купи себе модные шмотки, будешь крутым. Только как на это заработать? Проституцией? Или разводилой туристов? Свою музыку я называю социальным рэпом. Мои тексты о любви, об уважении, о том, что нельзя выжить без дружбы. Я стараюсь рассказать молодому поколению о важных вещах. Вечером Брибахи Мэн пригласил меня к себе на квартирник. Привет, брат. Кокин. Алехандро. Фила. Это ветераны кубинского рэпа. Лучшие продюсеры. С 96-го мы играем в группе «Анонимный советник». Пойдем ко мне. Здесь я пишу свои песни. Вот так вот сажусь, беру блокноты, ручку и пишу злободневные тексты. Вот послушай из последнего. И у меня нет одежды, потому что нет денег, и у меня нет денег, потому что их нет. Ой, опять свет отключили. Выключив свет в конце тоннеля, местные реалии как бы навязчиво намекают Брибахи Мэну. Завязывай с рэпом. Пойра гетон. Улучшай материальное положение. Но голодный художник держится из последних сил. Это я сам сшил из мешка из-под картошки. Я обычно покупаю ткани и делаю себе одежду. Стараюсь выбирать яркие цвета и темы. Рэпер руки-ножницы продолжает доставать из шкафа шедевры хендмейда. Униформу мусорщиков и рабочие комбинезоны. Вот так надеваю рукав, спускаю штаны. Они превращаются в самый крутой рэперский прикид. Ну нет, здесь в Гаване нормальная рэперская одежда. Только узкие штаны и маечки в облипку для всяких рэгетонщиков. Вот и приходится выкручиваться. Свои новые клипы Брибахи Мэн снимает по тому же принципу. Из оборудования два фонарика и старый фотоаппарат. И пусть вместо красивых деревьев девчонок на подтанцовке у них Саша Пухов. Вместо микрофона пульт от телевизора. Амир никогда не узнает имена участников группы «Анонимный советник». Я готов выразить Брибахи Мэну респект. Качает по-настоящему. Мы занимаемся рэпом уже 15 лет. Молодежь, которая фанатеет сейчас по рэгетону, не знает, с чего все начиналось. Рэгетон — это и есть кубинский рэп. Большинство современных рэгетонера — в прошлом рэпера. Разница только в принципах. Некоторые продались и поют песни про вечеринки, девочек и шмотки. В рэпе мы рассказываем о реальных проблемах. Конечно, мы могли бы делать рэгетон. Это может приносить большие деньги. Он очень популярен. Но рэп — это другое. Это настоящее творчество. Рэп — это другое. Я хочу подчиняться. Рэп — это другое. Рэп — это другое. Рэп — это другое. В брибахи мэн. В следующей серии я попытаюсь расшевелить гламурный мир столичного рагетона. Вы там уснули, что ли? Это же танцевальная вечеринка. Пойду в народ за вдохновением для клипа и узнаю, как раскрутиться без YouTube, iTunes и MTV. Привет моим братьям из России. Приезжайте к нам, мы бы славно затусили. Ты мой дилер, я твой покупатель. Как работает черный рынок в условиях эмбарго и дефицита? Синько! 5 долларов за веревку. Чего не сделаешь ради того, чтобы выглядеть как настоящий рагетоннер. Все ради минуты славы. Получится ли у меня стать звездой самого убойного видео года? ТОВ. КОНЕЦ. ТОВ. Редактор субтитров А.Семкин